Мы сейчас возвращаемся к нашему постоянному порядку учебы. Мы были в конце первой брайты 5-6-6 главы, а вот, говорит о великих достоинствах Торы, в частности, Тора, Торалишма. Я вам скажу одну вещь. Вроде бы слова эти брайты, они как-то нас мало касаются. Как-то мало. Почему я это, я сейчас объясню. У нас и правда не так касается. Ну, вроде и мало касается. Я просто объясню, почему. Как-то слышал в своих ущелей следующее замечание. Есть два человека. Видишь ли вы? Один весь горит учить Тору Торалишма ради него самой. А другой, ну, он любит быть важным. Любит, что его уважали. Любит, так сказать, свою бицепсы проявлять. Не физически, это изъектуально. Дать дрошу, хабуру, самой лучшей. До всех переспорить. Вот. Первый. Первый. Он сидит в своем углу и учил Тору радио самой. Ну, только есть одна проблема. Все-таки он еще в начале пути, он еще не великим ответственным, великим праведником, начинающим в Баху. Как-то его более низкое материальное существование, вот Женя, если учить Тору, где самой как-то его не задевает, не зацепляет. Потому что что происходит? Он хочет Тору Торалишма, но как-то его тело его усыпляет, он спит над книгой. Без того, что учиться всегда, он спит над книгой. А его товарищ, который весь горит, как себя показать и проявить, это желание себя показать и проявить, это вообще очень большая сила. Тут не до сна, тут не до дремы. Надо себя проявить, себя показать, надо всем доказать, что он самый умный, самоспособный. Он работает с утра до ночи, учит Тору, дает хабуру. Вот тот первый, когда учит Тор, одет собой, он, так сказать, относится к презрением к его успехам. Все это кавод, подсчет и все прочее, это не Торалишма. Это какая-то разница. Первый спит, он учится, но реально он спит. А второй тяжко работает. Тяжко работает. У Тора есть свои силы. Тора дальше, не ради собой, не ради собой, не ради собой. Значит, человек очищает, сказано нашими дельцами, писахим, что человек изначально всегда должен учит Тора нервнее собой. Потому что Тора его очищает, его поднимает. И вот он, тот, кто учится вроде бы ради почета, он много учится, серьезно учится, голова его погружена в гмору, решением, охройением. И эта тора, короче, она его очищает, поднимает, и когда она очищает и поднимает, у него возникает также желание, что тору решима. А теперь он становится большим, большим, большим инвестиционным праведником. А первый, первый, он может упуститься очень низко. Даже больше того, он может упуститься еще низко. Почему? Он презирал второго, то есть это у него укрепилось, это презрение к второму. Даже сейчас он уже стал рост Ешива. Он учит тору, идет со мной, лучше бы, так она его подняла, его тору. Он думает, а, это все, все это ради почета, ради того. Наверное, не он, где такой, еще есть такие ростыщие, вот, и начинает, начинает, называется, презирать мудрецу-мудрецу в тору. Это уже тяжкое преступление. Почему мы, Владимир, говорим здесь о ростове, о торе решима? Нам надо знать тут две очень принципиальные вещи. Одна вещь, что мы не можем полагаться на наши душевные достоинства, что только тору решима – это идея, которая нас заставит всегда научиться. Вот. Поэтому нам надо, действительно, изначально желать тору радио самой. Нам необходимо пользоваться, как костылем, да, костыль. Я говорю, человек, который ноги плохо ходит, надо ходить, упираясь на палочку. Или ты вообще ходить не будешь. Надо упираться. Вот. Наша торуя решима, она сама как-то мало, плохо ходит. Ну, плохо ходит. Но надо ее подпереть. Чем? Что, хотя, да, я, да, хочу изучить тору ради нее самой, ради ее исполнения, постижения, ради всех замысла творца. Но я должен знать про себя, что этими моими мыслами, только ими я буду хромать, очень сильно хромать, и идти слабо, и так далее. Надо подкрепить нашим дурным началом. Об этом говорится, как мы это говорим ежедневно, в Крятшма, в Крятшма, в Крятшме, что такое Бахол и Бабхо, пишет, пишет Мишна, Бабхо, в Эдвере начало, мы добрыми и злыми. То есть, пишет там игро, что основное, на что же не творцу, это именно злым началом. Что это значит? Надо использовать наше злое, дурное начало, это уже не творцу. Это великое достоинство, обратить его силу дурного начала на пользу, на пользу. Так вот, нам надо знать, что даже если мы всегда хотим, тут, безусловно, я не сомневаюсь, что тот, кто пришел сюда учиться, он не ищет почета и все прочее. Нет причин, почему он сюда пришел. В принципе, тут все, конечно, хотят учить то, ради ее самой. Но этого, сейчас это маловато. Ну, если маловато, это не задевает силы, наши душевные силы, это не тянет за собой сил нашего мозга и так далее, чтобы действительно серьезно, напряженно, глубенно учились. Нам надо ради Торы Лишма использовать с аппаратом Торы Ло Лишма. И что мы, каждого из нас, если мы любим Кавод, любим почет, кто не любит, можете не голосать, я все равно не поверю. Не поверю, что могу сказать. Не поверю. Потому что, вообще, Кавод, эта вещь истинная вещь, это не ложь. Не надо бы гнаться за посчетом, но то, что Кавод, эта вещь истинная, более того, сказано, Кавод, Хохов и Минхал, посчет, посчет достоится мудрецы. Вот это чего-то, чего-то хорошего и важного, а не чего-то другого. Вот. Это вот решение Торы. Знание, что надо, даст нам какой-то почет. Кавод, это тот самый костыль, из которого было бы, конечно, лучше. Когда мы, но без него не можем. Нам нужно, понимаете, чтобы углубиться в Торе, чтобы постичь ее, чтобы вырасти ответственным дляцами Торы, надо, надо мобилизовать собственные силы. Мобилизовать. А они, не каждая идея их мобилизует, скажем так. Вот, почет, успех, он мобилизует. А вот без этого это как-то не мобилизуется. Поэтому необходимо это мобилизовать. Но есть все-таки еще одна вещь. И то, что мы еще учим в нашей главе, она видит, когда стоит Тора, с ней самой, означает, что у нас иногда просыпается желание да, учит Тора, с ней самой. И эти моменты надо ловить и максимально их использовать. Потому что, действительно, по большому счету, уровень Тора, который мы учим, когда учим радио самой, и то, что мы учим, когда не радио самой, это настолько отличается, что это как, ну, это наша глава. Гляньте, что достигает человек, который учит Тора радио, радио шма. И тут мы сейчас начинаем зимний период учебы, после великих праздников, в чем величие этих праздников для нас, в частности. они нас очень-очень очищают. Любой серьезный еврей, который пошел через праздники как нужно, даже с собой недоволен, я имею в виду. Даже с собой недоволен. Нам только не хватало будучи еще довольным собой. Этой гадости нам не хватает. Нам хватает других проблем, кроме этой. Чтобы, не дай Бог, не быть самодовольным. Дарья человек, он недоволен собой. То, что недоволен, означает, что да, работает над собой, просто кажется, он мало успел. Может, правда, может, не правда. Но все-таки на эти дни они нас очень-очень очищают. Вот когда мы в состоянии далекого очищения, то нас себя задействовать, таралы шма, как-то не получится. Потому что нам необходимо не просто палочка, а хорошие-хорошие костыли, называется алихон такое, специально те, кто трудом стоит на ногах. испечет. Но когда мы после праздника, когда мы во многом очистились, когда действительно наши души утончились, и в этой ситуации нам надо побольше пробуждать в себя эти силы таралы шма. Потому что если мы вдумаемся в нашу главу, просто еще раз, то, что дает таралы шма, это великие достоинства, которых жалко терять. поэтому для нас сейчас важно с одной стороны, мы не можем отказаться от костылей лолишма, взрослых, когда мы хотя бы иногда пробуждаем таралы, ее самой, желание постичь ее, исполнить ее, надо эти моменты ловить, использовать до конца, до конца. Тут мы в нашей главе перечисляются многие достоинства, чего остается ралишма. Почту это заново хотя бы воригинале, хотя бы часть. Прочем это еще раз. Эймер говорит, «Коле осыг метро речма, той заново самой, зухеле дворим הרбе». Остается очень много его. Вело оде, кроме этого, «Колом кулу кедаилу, или шаколом кулу кедаилу, весь мир как бы достоин его, мир подошло бы создан ради него. И кралея, близким, любимым, он любит 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 людей, месомех это маком, радуйся всеми друзей, может быть, что она ва ва и рам. Человек ваше тор лешма, делает противоположную высокомерию, гордыню, он весь виден, как человек скромный, скроткий, видна его богобоязненность, макшатолио цадык, они говорили уже, что кашер, противоположный тареф, вот этого у него был как трефа, то тора его заново делает его кашерным, ва хасид, благочестивый, ва яшар, прямой, вениман, верный, преданный, и достоинство, он бритая, как лешма, у макшатолио хэд, отдаляет его от греха, знаете, на секундочку вспомним про себя, как мы сделали в Иду и в Йом-Кипур, как нам было стыдно за наши грехи, вот сейчас нам надо позаботиться о том, чтобы от них отдалиться, это тора решма, он макшатолио исход, приправляет его к услугам, дальше говорится, он не не вмену яйца, это человек, который учит тора решма, у него надо брать совет, яйца вэтушия, это синоним слова яйца, остается целого букета достойност разума, на нем имеют яйца, вэтушия, бинов, гвура, понимание, мужество, как Шенеймар, как сказано, ли яйца вэтушия мне принадлежит, вы говорите тора, мне принадлежит совет, я, говорит тора, понимание, мне не мужество, потому что человек стоит в тора решма, он отенет ламалхут, и мемшалам, дает ему власть, мемалхут, это его власть принимает добровольно, а мемшала, он получит власть, даже когда его не хотят. Хикур один понимает глубленно закон, мы говорим на разе тора, раскрывает ему секретарь тора. Есть в нашем поколении большая беда, люди, которые очень далекие от тора, далекие отправились, думают, что им надо заниматься кабалой. Кабалой. Надо знать просто одну вещь, кабалой, чтобы постичь секретарь тора, надо, чтобы их открыли. Если не открывают, то их не постигают. отказано, кто-то учит тора лишь ма, мегалим лора зай тора, ему раскрывают секретарь тора. То есть, если ему не раскрывают, он их не имеет. Умагать какие-то общие слова, чтобы называется, мог вести высокий разговор, какие-то возвышенные темы, это да. Язык, то есть, можно написать, допустим, 100 слов надо знать, их надо напоминать, сразу подумать, что ты уже знаешь, как был. Это очень просто. Можно сделать список, если хотите. Нужно иметь ничего никакого отношения к пониманию секретарь тора. Веноса Камаяна Медгабер человек который остается источником. Канар, Шинопосе как река которая не прекращается. То есть, именно в силу своего близости к Творцу, связан с Творцом Двекут единение с Творцом когда он объединяет с источником Торы то даже то, что никогда не учил в нем раскрывается. Это понятие Майян. Майян это источник. То есть, человек становится источником Торы в этом мире. Канар Шинопосек я всегда такой простой пример этого когда был школьником еще в Советском Союзе мы учили про Волгу. Волга есть маленькое место где она источник Волги. Вот из этого источника маленькой Волги есть огромная река тысячи тысячи километров. не только Волгоградских много это сила Торалы Шма когда человек ответил на соединение с источником Торы то через нее можно раскрыться вся Тора даже если он счастья этого не учил. Он связан с источником. Волгоград Сануа тут есть быть скромным имеется в виду с одной стороны что Тора это помогает ему также есть наставление чтобы работать над собой. В Эрех руах это искупация Эрех Апай это то же самое почти. Имеется в виду что человек не торопился сердиться не торопился реагировать. Эрех это буквально продолжительность подожди с реакцией подожди то есть скажем так если помимо это место как то что тор человек означает что человек по природе своей царуах он быстро реагирует на всевозможные раздражители часто не очень красивые и так далее только он учит торопиш ман дает ему силу и помогает ему стать Эрех руах он прощает за свои обиды это великое достоинство уметь прощать обиды человек который макпин буквально он реагирует на все что его задевают невозможно находиться в одном месте такой человек если ничего не прощает если подлыл в него сторону значит ты получил его сразу сдача вот сторона от человека помогает ему прощать людям это огромное достоинство кстати говоря люди большинство по-моему здесь еще не женились молодожены очень важный свой средств качества это строить семью уметь простить простить это очень важное качество это качество строить семью очень опасно то алкогол возвышает его всеми деяниями начнем следующий байк всего хорошего и хорошего хорошего Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...